Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире программа «Молодежный проспект». И сегодня у нас в гостях актер русского драматического театра имени Максима Горького Ислам Конкулов, который представляет сегодня очередную свою творческую работу – фильм о последних днях жизни Али Асхадовича Шагенцукова «Слава Гаджа». Здравствуй, Ислам! Здравствуйте! Твоя очередная работа. Скажи, почему Али Асхадович, почему эта тема тебя взволновала, затронула, и ты решил приступить и сделать такую работу? Вы знаете, Марина, я вот с самого начала начну сейчас. Я вообще хотел этот рассказ или сценарий, как это назвать, я хотел поставить на сцене это. Но из-за того, что у меня как-то в силу каких-то обстоятельств не получилось, я решил вот так снять и сделать. Мне вот этот рассказ посоветовала Людмила Балова. Она мне сказала, ну поставь Ислам, ну посмотри рассказ вообще, прочитай, может тебе понравится. Я прочитал, естественно, мне понравился, потому что мне вообще вот эта тема войны очень нравится, потому что сейчас наша молодежь, подрастающие поколения, к сожалению, не знают вот даже начала войны. Я не говорю все, но некоторые не знают. И я бы хотел вот акцент сделать на войне. Это первое. Второе – это Али Асхадович. Естественно, наш великий Али Асхадович. Я очень его люблю, его творчество, вот его то, что он написал. Я читаю стихи, читаю рассказы, его очень люблю. И я его хотел... Во-первых, вот сейчас наше поколение, как вы знаете, больше сидит в интернете или телевизор смотрит. Они читают Али Асхадовича, это школьная программа, но все, я еще хотел показать это вот по телевидению, или, я не знаю, на экране его показать, или в интернете, чтобы люди тоже посмотрели. Ну, не просто читать, а еще показать. Охватить больше аудитории. Да, побольше, да. Это во-вторых. В-третьих, наш любимый народный артист, Пшизаби Миссис Тишков, Я его хотел, вот, то же самое. Вот сейчас, к сожалению, наша молодежь не знает наших великих местных артистов, которые всю жизнь отдали театру, которые всю жизнь отдали искусству. Я хотел его тоже выделять, чтобы молодежь узнала о таком артисте, что у нас был такой великолепный артист. Вот эти три вещи, Марина, я хотел связать. Я очень надеюсь, что у меня это получилось. Вот люди посмотрят. И выскажут свое мнение. Ты готов к критике? Абсолютно. Я всегда, я все время говорю. Я очень люблю критику. Я готов слушать. Я готов высказать тоже свое мнение по этому поводу. Я всегда открыт. Так что, абсолютно. Я вообще не люблю, когда людям что-то говоришь. Или, ну, вот критику что-то говоришь. И они обижаются. Я вот этого не понимаю, потому что у каждого человека есть свое видение, свое мнение, критика какая-то. Так что, к этому, мне кажется, надо относиться положительно. Ну, нормально, я считаю. Скажи, пожалуйста, ты сегодня опять выступаешь в качестве и режиссера, автора сценария и исполнителя главной роли. Как не сложно было все это на съемочной площадке, все в себе это держать и воплощать? Потому что в кадре и ты был вместе с другими артистами. Я вас чуть-чуть исправлю. Автор сценария абсолютно не я. Это, что за бью мисси Стишков. Я вообще, вообще не трогал. Нет, ну он написал рассказ. Это рассказ. В телевизионном версии ты же все равно делал этот сценарий. Он написал рассказ, но он этот рассказ написал как сценарий. А, инсценировка была. Он прям как сценарий. И ты прям вот ничего не понимаешь? Возьми, ничего абсолютно. Я это специально сделал. Не хотел трогать, потому что мне вот сам сценарий понравился. Зачем туда что-то вложить или трогать? Это готовый сценарий. Я думала, что-то там изменилось. Я чуть-чуть там какие-то краски добавил. Ну, естественно, для фильма. Потому что он написал это для сцены. Ну да. Сцена или фильм это разные. Я чуть-чуть какие-то краски, какие-то прям, чтобы было. Вот это добавил. Вот по вашему вопросу я сейчас... Конечно, сложно. Потому что когда ты выступаешь как режиссер и как актер, ну, когда ты просто как режиссер, ты видишь все, что происходит на съемочной площадке. А когда ты еще актер, когда твоя сцена идет, ты ничего не видишь. Ты это делаешь, потом смотришь. Опять ты это делаешь, потом смотришь. Вот так вот. Ну, я хочу сказать, что когда ты просто режиссер, это намного легче. Это одно. Во-первых, Али Асхадовича играть для меня это очень сложно было. Потому что чуть-чуть я боялся, волновался, потому что такого человека играть, тем более наш... Вот я еще раз повторяюсь, люди наши, молодежь особенно, его уже не знают, какой он был. Они мне поверят, как я это сделаю, как я сыграю. И мне очень чуть-чуть... Ну, я волновался. Но я его не хотел, я его показал, что Али Асхадович был таким несломленным абсолютно. Это и в сценарии написано, что его не сломали абсолютно. Его били, его избивали. Он бедный от голода там умирал. Сильный человек, да, конечно. Сильный человек, да, конечно. Там 8 мая была очень, конечно. Вот, но его вот дух не сломали и не смогли. Потому что в рассказе вот в конце он сам говорит, вы не могли меня сломать. Вы хотели меня убить или вешать, я не знаю, но вы меня не сломали. Вот это я хотел показать. Что человек был состежен. Абсолютно, да. И это не только я, и автор сценария это показал. И я вот хотел вот донести до молодежи вот это. Что наши вот нельзя вот просто так сломать вот наши вот особенно такие люди. Скажи мне, ты как вот, если сказать, действующий такой, играющий тренер, да? Ты актер русского драматического театра. Уже у тебя есть работы телевизионные. Ты кто сейчас больше вот по себе ощущаешь? Актер или режиссер? Что тебе сейчас больше импонирует? Что тебе сейчас больше ближе и нравится? Что доставляет удовольствие? Я даже и актером быть мне, ну естественно, я выбрал изначально эту профессию. Мне очень нравится, мне удовольствие получаю из-за этого. Но сейчас вот режиссура мне как-то интереснее, что ли. Я не знаю, я какие-то вещи вижу. Даже элементарно, когда я фильмы смотрю по телевизору или в интернете, я совсем по-другому смотрю. Не как вот прям как зрители, а совсем по-другому. Как это снимают? С более профессиональной точки зрения. Ты уже знаешь, да? Да, мне просто интересно, как вот операторская работа, как они это делают, откуда, вот эти планы. Мне вот это интересно, когда я фильм смотрю. Наверное, мне сейчас уже больше нравится, ну не прям, но чуть-чуть уже больше нравится вот эта режиссура, вот этот процесс. А вот ты сказал, вот этот весь процесс. Как правило, у нас у телевизионщиков весь процесс может быть один съемочный день. И если ты сделаешь один кадр на твой СД, который самый удачный, ты приходишь довольный и счастливый. Были такие моменты? Да, конечно. Когда ты снимаешь что-то, вот ты вот в эту секунду снимаешь и смотришь, естественно, получилось. Или когда вот это получилось, ты, о, как Бог, о, вот это я сделал, ура. Ну, конечно, радуешься. Не могу не спросить, подготовительный процесс, ведь это не интерьер был выстроен в студии. Ты находил эти точки. Как вот ты это все нашел, заброшенное здание, где это вы все снимали? Конечно, это всем интересно. Да, мне очень помогли люди. Мы нашли, это село Советское. Вот там мы заброшенное здание, да, женская колония. Но мы не в колонии, это там здание какое-то заброшенное было. Это еще в советское время, это давно стоит это здание. Мы вот, мне помогли это найти, и мы там туда поехали и отсняли. А концлагерь, это у нас в городе, тоже заброшенное здание, это в каком-то районе находится. Тоже, ну, вот так точки мы находили. Но ведь это тоже немаловажно. Да, Марина, вы знаете... Где ты будешь это снимать? Я хочу сказать, вот эти организационные, вот эти моменты самые сложные, я считаю. Потому что, когда ты не знаешь, вот где это снимать, костюмы, вот это все, точка, я не знаю, вот реквизит какие-то, ну, чтобы похоже в то время было. Вот это все, мне кажется, даже тяжелее, когда ты... Когда у тебя нет ни костюмеров... Подготовительный процесс. Да, когда у тебя... Мы это сами сделали, я сам это сделал. Когда у тебя нет ни костюмеров, ни реквизиторов, когда ты сам это все делаешь, и режиссура, и актер, и реквизитор, и гример, и костюмер, это все, когда ты сам делаешь, это очень сложно. Ну, не могу не спросить, у тебя была поддержка в качестве ВГТРК, которую предоставили тебе... Очень, Марина. Да, конечно, операторы с камерой и монтажный стул. Абсолютно. Я сейчас перечислил то, что костюмы, вот место туда-сюда, это я. Но то, что машину, людей, операторов, это, конечно, благодаря «Россия-1». Я очень благодарен Людмиле Борисовне, Марине Елкановой. Они очень... Людмиле Борисовне Казанчевой. Казанчевой, мне очень помогли, потому что без них я бы вообще ничего не делал бы. Вот не то, что вот... Вот то, что вот это, не получилось бы без них, естественно. Я хочу монтажера, Арсен Маргушев, очень он мне помог. Он всю музыку написал к фильму, к фильму. Это авторская музыка, мы в интернете это не скачали. Он сам специально к этому фильму написал всю музыку, которая там была. Я ему очень тоже благодарен. Я вообще хочу сказать спасибо огромное всем людям, которые работали над этим фильмом. Если бы я один, я бы вот это все не сделал бы. Актеров. Тамара Борисовна великолепно играла. Я ее уважаю. Я у нее учился в институте. Преподаватель мой. Всех-всех абсолютно. Моих коллег с театра. С Кабардинского театра. Вот костюмера. Они мне помогли с костюмами. С русского у нас театра тоже помогли. То есть я хочу сказать. Нас много было. И вот у нас одна большая команда была. И вот так почему вот это вот из-за них получилось. Если бы я был один, естественно, это не получилось бы. Ты знаешь, такая работа всегда хочется, чтобы была какая-то отдача, чтобы был какой-то отклик. Естественно, такую работу. Будем надеяться, что нашим зрителям это все понравится. Они примут этот фильм. И фильм будет жить долго и своей красивой жизнью. К сожалению. Той, которую не прожил Али Асхадович Шагинсуков. Но что в планах? Не могу не спросить. Ты так активно взялся за кино. Получается, в этом году ты сделал две телевизионные работы, если можно так сказать. Что хочешь еще делать? Сейчас у меня какая-то задумка есть. Но я пока никому не говорю. Тоже телевизионный фильм? В общем, я очень надеюсь, что телевизионный, но это фильм. Но я не знаю, телевизионный или еще пока не знаю. Но очень интересная задумка. Я очень надеюсь, что это тоже людям понравится. Но пока я не буду об этом говорить. Ясно. Спасибо тебе большое. Удачи, успехов. Спасибо вам, Марина. А вам приятного просмотра. Телевизионный фильм «Фауаджа» о последних днях жизни Али Асхадовича Шагинсукова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Ганс, как вам это? Мэрцок махушеннывуч, ажаверных тыждейстача. Шэрин мученна! Ма, что хочешь? Мрасьва выссадка женуи, ухзатя женуи. Смах! Хадриха! Садока! Саш я биттэнш, вау тлгарс днас. Шаш баута! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 городского округа Нальчик. Мир поэзии, а поэзия — вселенная души человечества. Непрерывно нарождаются и вспыхивают в этом чудесном мире поэтические звезды. Одни сгорают и навсегда исчезают еще при жизни их хозяина. Свет души от других доходит к нам на протяжении десятилетий. И лишь немногие, очень немногие согревают на ровную, живую душу во все века, разгораясь со временем все ярче и ярче. Имя одной из таких звезд и созвездий поэтической Кабардино-Балкарии — Алим Асхадович Шагинсугов. Оно вечно. Взыскательности сердца не смиряй, Не путай правду с ложью безобразной, Сердечной чистоты не оскверняй отравою бесовского соблазма. Немилосердным с близкими не будь, Все претерпи — обиды, боль и горе. Бессмертна только правда, Не забудь, она — маяк для всех плывущих в море. Пусть гром порой гремит над головой, Закону жизни верь и будь спокоен. На страже правды стой, как часовой, Познай себя, ты в битве жизни воин. Не расточай природой данных сил, Не предавайся жизни беззаботной. Кто истину неправдой подменил, Того зовут сумою переметной. Пускай года проходят чередой, Борись бесстрашно с недругами злыми, Твоей упутеводной звездой Да будет навсегда отчизны имя. Пускай себе бурлит водоворот, А правда не утонет и в пучине, Она всегда из омута всплывет, Не заржавея солнце и поныне. Так платину, попробуя грязь втоптать, Она не станет от того дешевле, Не сгубят правды ни палач, ни тать. Она как солнце над землей издревле, Ее порою побеждает ложь. Но это лишь на краткое мгновение, В душе народа ложью не убьешь К единой светлой истине стремления. Каждый, кто учился на габаритинском языке, Включил первое стихотворение в жизни, Это как раз по-моему, Нана. И кто не помнит это стихотворение, Не помнит поэзию вообще Алиши Клицокова, Она льется как песня, Ребенку хорошо выдается запомнить Исключительно из-за этого, Потому что нету лишних слов, фраз, Слова перекликаются друг с другом, Они связаны смыслово, И они поются. Думаю, что с детства эти стихотворения Раззвучили и остались в памяти Исключительно из-за того, Что человек умел владеть словом, Преподносить мысль ясно, четко. И сегодня, Алиас Хадович с нами, И сегодня любой концерт, Посмотрите любое мероприятие, Звучат его стихи, Звучат песни на его стихи, И всегда мы обращаемся к его поэзии. Недавно состоялась премьера Вадили в музыкальном театре, И все это неспроста. Классика есть классика, В любое время, Произведение классика Остается востребованным, Свежим. И хочу сегодня поблагодарить руководителей За то, что приобщают наших замечательных дедов К поэзии Шипецукова, Ибо это та поэзия, Которая вас обязательно приведет И к Пушкину, и к Ленгманду, И к другим великим поэтам. Садись, 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 Плещет зорька золотая, Словно свет в окошке, На траве дрожат, блистая, розы, как сережки. Вот идут долиной влажной пастухи со стадом, Выступают гуси важным боевым отрядом. Зазвенело в небе чисто птиц пролетных стаек, С этим хором голосистым песню я слагаю. А наш хамсядаминам жил, щас ракину жахат, Бессонком и дежуисиадар, шахар зажажкам ядаоу. Дина, козжи ауаси гафа, фуаси лаво шатати, Саси фанавам биллумджи, сриматануи риаати. Диса, вибгафам сжаатутсаку субатан, Скуат зиха, саги дхамешчар биллумджа, Касым сжищан или хумыда, Педжарижим сратна, Сым псавунчаси тобаж, Дышавя гунас свой гажм, Сыжанахан часи псарлеж, Сымучитажик обжизоба, Диса, саси псардзавурж, Поэзия отличается в литературе и в искусстве тем, что она опирается на чувства человеческие. Потому ее течения, ее слова, ее мысли, Они глубоко проникают в душу каждого человека. Али Аскатович, вот как здесь чуть-чуть, Я поправлю, Учился в школе Дымова, Адама Дымова. Я это знаю, потому что они вместе с моим отцом учились. Учились там арабскому языку. И вы знаете, что кабардинский язык тогда На арабской основе был составлен. Вы знаете, что Адам Дымов Корейский университет закончил. И все, что он знал, он передал Али Шагинцукову. Мой отец и они дружили, Поскольку вместе там мы начинали учиться. И после 30-х годов они встречались систематически. В Баксангесе, где наша семья живала, Приезжала сюда несколько раз. Вот они уезжали на экскурсию, Уходили в Багесу. И он, наверное, писал стихи. А вот здесь, как сказано, Он был директором школы Али Шагинцукова в Кужине. Они на лыжах оттуда в Санглеск уходили. А потом мой другой дядя Стал премьерником Али Шагинцукова Я очень благодарен всем тем, Кто сегодняшний вечер обеспечил, Так красиво украсил, Так здорово сказали. Большое вам спасибо. Али Шагинцукова Али Шагинцукова Тут не только в том, Чтобы заложить в память этих детей Образ Али Шагинцукова И его жизнь, Тут еще большое значение имеет, Что мы приобщаем тем самым маленьким детей К своему родному языку. Мы сейчас на национальном уровне Азарочник именно этим. И вот очень большой плюс, Что они все-таки на родном языке читают стихи, А в его языке было одно, Как у носителей языка, Вообще-то хуя много слышал от поэтов, Писателей, Какого-то, Кабардица. Это чистейший язык, Который невозможно не полюбить. И вот хорошо, что мы закладываем это Сейчас. Я хочу извиниться, Но прочитать одно стихотворение я хочу, Навалкасты, И вот это, И именно, О, О, На, Хабарын айтаем жешенеме, О, Тансы, Уюту, Тыш жердеде, Эриккен де термелеп, Жешағаннан, Жаны капчук бола, Теми жердеде, Орладыла, Күнім му аванала, Туранман, Мені тауну да, Жешеде, Мені көрмейдене, Бірсе аняла, Иш-армайды, Бен она да, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Я пришла! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!